На планёрном совещании в администрации Северского района обсудили санитарное состояние населённых пунктов, а также ремонт дорог и тротуаров. О проделанной работе в этой области доложили руководители трёх поселений. На территории Афипского – 77 километров дорог местного значения, из них с асфальтовым покрытием более 47 километров. В настоящее время дороги находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Разработали план отсыпки дорог с гравийным покрытием. Данный план будет реализован в течение первого полугодия при благоприятных погодных условиях. В 2024 году планируют устройство нового тротуара по улице Карла Маркса от улицы Школьной до Чапаева. Ежедневно наводится санитарный порядок, убирают скверы, автобусные остановки, площади, кладбища, проводят расчистку кюветов и побелку деревьев. Задействовано в таких работах не менее 13-14 человек. У каждого есть свои участки, за которые они несут ответственность. И в течение дня бывает такое, что мы их просим, они повторно выходят и проводят уборку при необходимости. Кроме того, Афибская единая служба, они не ежедневно, но по мере необходимости они ставят себе в планы, получается 2-3 раза в неделю выходят группа, 6 человек примерно, это те, которые собирают либо несанкционированный мусор где-то выброшенный, либо мы их просим убрать в краевую дорогу, либо федеральную. Также задействованы они в уборке кладбищ. Используется специализированная техника, в том числе измельчитель древесины, собираемый на улицах. Примерно такое же количество человек задействовано в ежедневном наведении санитарного порядка в северском поселении. Оно обеспечено собственной техникой, но измельчителя древесины в северской нет, что делает процесс переработки спиленных веток дорогостоящим и проблематичным. Глава местной администрации Олег Ратников отчитался о завершении работ по благоустройству подъездной дороги к детскому саду номер 4. В данный момент проводятся торги на осуществление грейдирования и отсыпки улиц поселения, ямочного ремонта дорог с асфальтовым покрытием. Работы начнутся в конце марта. А вот в Ильском городском поселении грейдер уже работает ежедневно по заявкам жителей и дорожной карте, где обозначены нуждающиеся в ремонте дорожного полотна улицы. Закуплен щебень для отсыпки. Исполняющий обязанности главы поселения Александр Белошапко рассказал и о постоянно проводимых работах по санитарной очистке территории населенного пункта.